Информационный выпуск продолжим на русском языке. Смотрите сегодня. Вчера ночью мать-купушка оставила своего новорожденного малыша Варыки. О состоянии малыша более подробно расскажу я, Айсара Бесенова. Жилищный скандал. Порядка 70 дочеков не могут получить ключи от готовых квартир в Нурсултане. В ситуации разбиралась Мира Альжанова. Чемпионы без грантов. Порядка 600 юных атлетов не смогли поступить на бюджет в Академию спорта Алматы. Все подробности расскажу я, Энн Рафина Рикпаева. Какова готовность военно-воздушных сил страны? Об этом через несколько минут расскажу я, Диас Махамбетов. Алматинские полицейские ищут мать-кукушку, которая минувшей ночью бросила своего ребенка в Арык по проспекту Раимбека. К счастью, случайный прохожий обнаружил малыша и вызвал полицию. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в Центр детской неотложной медицинской помощи. Там сообщили, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Айсара Бесенова продолжит тему. В этот Центр детской неотложной медицинской помощи вчера ночью поступил новорожденный. Его бросила мать-кукушка в Арыке. Состояние его оценивалось как тяжелое. На данный момент он находится в реанимации под наблюдением врачей. По словам медиков, малыш поступил в приемное отделение с температурой тела 34 градуса. А пупок был разрезан неправильно. Специалистам пришлось приложить максимум усилий, чтобы спасти ребенка. В дальнейшем будем ребенка переводить во вторую детскую больницу. И там уже по стабилизации состояния ребенка передадут в дом малюток. Ребенок родился доношенным. Вес ребенка 3200 грамм. Сейчас полицейские проводят разыскные мероприятия по поиску матери-кукушки. Вполне вероятно, что ей грозит уголовное наказание. Департамент полиции города Алматы обращается к неравнодушным гражданам и призывает в случае владения любой информацией о биологической матери малыша незамедлительно сообщить об этом в полицию. Разумеется, такой необдуманный поступок в обществе воспринимается крайне негативно. По словам независимого психолога, причина таких действий кроется в отсутствии у женщин понимания и поддержки со стороны близких в критических ситуациях. Здесь очень важно, чтобы с этой женщиной рядом были близкие, когда она беременная, когда она рожает, когда она вышла из роддома, чтобы кто-то ее принял, встретил и обеспечил ей, поддержал, подкрепил чувство опоры в жизни. В Центре детско-медицинской помощи врачи сообщают, что подобных случаев в этом году не было. Айсара Бесенова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Отчередной скандал вокруг мобильного приложения «Дому Мед» разгорается в Алматы. Члены одной семьи обнаружили записи о целом комплексе медицинских услуг, которые они никогда не получали. Вместе с удивленными горожанами разбираться, как такое возможно, в 20-ю поликлинику города отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Айданы Нураж. Я хочу получить объяснение о своих посещениях. Вашу поликлинику я не посещала. Как можно делать посещение и писать, что процедура там или что-то проведена? Алматинка Ольга Цифров в своей 46 на здоровье не жалуется. Но на днях через мобильное приложение «Дому Мед» обнаружила у себя целый букет заболеваний. Система показала, что женщина с декабря прошлого года якобы получала медпомощь и консультацию у врачей своей поликлиники. Хотя, как утверждает Ольга, даже порог медицинского учреждения за все это время ни разу не переступала. Я ввожу регистрационный номер, захожу в приложение, смотрю мои записи и оказывается у меня есть записи, что я посещала 20-ю поликлинику. Проходила маммолога, магмографию, рентген, терапевта, семейного доктора. В этой поликлинике я не была, я их не посещала. Целую историю болезни, как выяснилось, завели и на дочь Ольги Татьяну Цифру. Девушка якобы тоже приходила на прием к врачам поликлиники и даже лечилась в стационаре. Но в этот самый период, говорит Татьяна, она с переломом бедренной кости лежала в другой больнице и могла передвигаться только на инвалидной коляске. Я была якобы в четвертой больнице, у меня здесь обнаружена острая травма. 27 декабря я была участником ДТП на Альфа-Раби, и я физически не могла находиться в этой больнице. Но если Ольга и Таня таким подробностям об их состоянии здоровья были, мягко говоря, шокированы, то сотрудники клиники почему-то ничуть не удивились. Был факт обращения в 4-ю городскую клиническую больницу. После обращения, если нет факта госпитализации, актив передается участковым врачам. Этот актив был закрыт врачом, в связи с чем у нее в приложении Дому Мед оказался вот этот факт приема. Но это был не прием, это закрытие актива. Впрочем, это далеко не первый скандал, связанный с Дому Мед. Ранее на приложение жаловались жители других городов и регионов из-за того, что в системе отображены приемы к врачам, которых в реальности никогда не было. В результате отдуваться пришлось чиновникам из Минздрава. Тем временем выяснилось, что фонд медицинского страхования платит за каждый прием у доктора. По информации ФМС, за последние полгода выявлено 13 тысяч подобных фактов. Айдана Нураж, Сангалим Унайтпазов, телеканал Алматы. Более 30 тысяч казахстанцев обратились за онлайн-консультацией к психологам в период карантина. Об этом в ходе онлайн-интервью рассказал генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Николай Нигай. Специалист остановился на эмоциональном состоянии и переживаниях, которые сопровождаются в период болезни COVID-19, особо отметив среди них отрицание, агрессию и избегание. Эти негативные реакции могут способствовать распространению коронавирусной инфекции, утверждает специалист. Поэтому при длительном пребывании в таком состоянии необходимо вовремя обратиться за психологической помощью. Сайт, созданный научно-практическим центром психического здоровья, работает с 4 апреля и оказывает консультации, помогающие освоить методы управления стрессом в онлайн, а также в письменной форме. COVID-19, Монталцертер, точка КИЗет. И в этом проекте участвует на сегодняшний день более 61 специалиста, 6 супервизоров, которые решают более сложные задачи, если сталкиваются с ними психологами или они обсуждают это вместе. Совершенно бесплатно объединились практически все специалисты государственного, негосударственного сектора. Обращения были по взрослым, находящимся в изоляции, и по детям и подросткам. Также мы открыли YouTube-канал, где можно получить помощь в виде видеоконтентов. За сутки победить коронавирус смогли более 800 казахстанцев. Треть из них выписались из клиник Карагандинской области. Всего от опасного недуга оправились 93 405 соотечественников. Суточная численность инфицированных – 184 человека, 72 из которых не имеют клинических проявлений. Общее число носителей COVID-19 возросло до 104 900. Жертвами пандемии стали более полутора тысяч человек. Между тем растет количество случаев заболевания пневмонии с признаками COVID-19. За прошедшие 24 часа статистика увеличилась на 18 фактов. Кроме того, зафиксировано три смерти. Всего заболевших свыше 22 тысяч. Болезнь унесла жизни 261 пациента. Гонконгские медики заявили, что им удалось идентифицировать первого пациента с коронавирусом, который заразился повторно после полного выздоровления. Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали информацию. По словам эпидемиолога-инфекциониста ВОС Марии Ванкер-Кхове, этот случай подтверждает, что иммунный ответ у людей сохраняется на протяжении какого-то периода. Но со временем он может и ослабевать. Тем временем в Италии приступили к испытанию на добровольцах вакцины, разработанной в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ланзарос-Палансани. В случае успеха весной препарат поступит в массовое производство. Пока же на аппенинах наблюдается рост количества инфицированных. В понедельник заболели еще 953 человека. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации правительство Испанской Каталонии ужесточает ограничительные меры. На территории автономного сообщества запрещено собираться группами более 10 человек. Власти обещали провести около 500 тысяч ПЦР-тестов в школах и институтах. В понедельник в регионе было выявлено 1776 заболевших COVID-19. В Алматы и по всей республике все еще действует карантин. Просим вас соблюдать социальную дистанцию. Не забываем чаще мыть руки, дезинфицировать и проветривать свое жилье и офисы. Носите маску, ведь вы в ответе за жизни людей. Это итоговый выпуск новостей. Смотрите далее. Чемпионы без грантов. Порядка 600 юных атлетов не смогли поступить на бюджет в Академию спорта Алматы. Все подробности расскажу я, Энра Фина Рикпаева. Какова готовность военно-воздушных сил страны? Об этом через несколько минут расскажу я, Диас Махамбетов. Вы смотрите новости, мы продолжаем. В Нур-Султане порядка 70 дольщиков не могут получить ключи от своих квартир. Речь идет о жилом комплексе «Столичный», который строят вот уже восьмой год. Ожидается, что жилой объект сдадут в эксплуатацию в ближайшее время. Но вот новоселье, увы, отпразднуют далеко не все участники долевого строительства. Поскольку не все оплатили так называемый вступительный взнос. Все подробности жилищного скандала в материале Миры Альжановой. Впервые стройка долгожданного ЖК была приостановлена пять лет назад. После долгих судебных тяж застройщика отправили за решетку. А для решения проблемы с долгостроем создали жилищно-строительный кооператив. В его состав вошли 150 дольщиков. Остальные же 74 решили не вступать, из-за чего людям отказывают в выдаче квартир. По суду мы все, кто жильцы, мы по закону имеем свое право получить жилье. Но она сейчас выбирает. Если ты не оплачешь вот эти деньги какие-то вступительные, за три года они собирали какие-то деньги и нас требуют сейчас, чтобы им отдавали эти деньги. Мы говорим, хорошо, мы готовы вам оплатить, но вы нам дайте расклад. На что мы должны заплатить? Мы хотим взять и оплатить. А они нам говорят, мы вам никакой расклад не будем. По словам дольщиков, они неоднократно обращались в жилищно-строительный кооператив с требованием предоставить информацию о том, куда расходуются собранные средства. Однако сама председатель утверждает, что к ней никто из складчиков не обращался. При этом уточнила, что на завершение строительства было потрачено около 30 миллионов тенге. В нашем случае, пока не было имущества, мы содержали ЖСК для того, чтобы начать завершение строительства. Это первый момент. Второй момент – момент равенства и справедливости. Отчетность вся прозрачная. Во-первых, с момента существования ЖСК ни один день, ни одной тенге не оплачивалось никем наличным способом. Тем временем представители строительной компании, которые и достраивали жилой комплекс в рамках программы Нарлужер, утверждают, что свою работу выполнили. А вот вручать ключи новоселам должен глава жилищного кооператива. Единственным условием правления общего собрания ЖСК «Феникс-Столичный» – это то, чтобы они оплатили вступительные износы в размере 254 тысячи тенге. Откуда этот расчет, как объяснил председатель ЖСК «Феникс-Столичный», они два года, начиная с 2017 года, как отсудили объект, каждый член ЖСК сдавал по 10 тысяч тенге ежемесячно вступительные износы. Поэтому они считают, что те, кто сейчас вступает в это ЖСК, должны эти деньги тоже оплатить. Получается замкнутый круг, в котором у каждого своя правда. Но вот когда в точности дольщики смогут въехать в долгожданные квартиры, неясно. Пока одни обещания. В Министерстве образования объяснили, почему титулованным спортсменам-абитуриентам отказали в грантах. Напомним, ранее порядка 600 юных атлетов, подающих надежду, не смогли поступить на бюджет в Академию спорта в Алматы из-за недостаточного количества грантов и правил поступления в университет. В ситуации разбиралась Аян Рафина Ригбаева. 17-летний Всеволод Филь – мастер спорта по фигурному катанию. На льду юноша с пяти лет. Молодой фигурист неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах и соревнованиях. Когда пришла пора поступать в университет, парень долго не думал. Выбор пал на Казахскую Академию спорта и туризма. Но, несмотря на спортивные достижения, Всеволоду поступить в заветный вуз на бюджетной основе не удалось. Я сдал ЕНТ, довольно хорошо сдал ЕНТ, то есть историю Казахстана и русскую грамотность. Я отлично сдал, ну то есть там 27 баллов у меня получилось. Ну, средний балл пойдет. И здесь у меня вступительные 8 баллов получились. Итого 107 баллов. Там, по сути, не дотягивает 3-4 балла, чтобы поступить на грант. Не прошел на грант и Чингис Сериков. Юноша неоднократно занимал призовые места на чемпионатах по казахской борьбе. На экзамене парень набрал 110 баллов из 140. Однако получить грант оказалось куда сложнее, чем чемпионский титул. Я с самого детства занимаюсь борьбой. Даже в школе особо не учился. Посвящал все свое время спорту. Думал поступить в академию. Надеялся заниматься профессионально. Но грант мне не дали. Теперь буду учиться в платном отделении. В этом году на бюджетное отделение академии подали заявку 744 Абидуриента. Поступить на грант смогли только 163 спортсмена, набравшие высокий балл на НТ. Больше всего юные атлеты недовольны правилами поступления в академию. Раньше получить грант больше шансов было у претендента со спортивными достижениями. Сейчас же на бюджет поступают те, у кого больше баллов. Руководство ЖВУ засетует на то, что количество образовательных грантов, выделенных государством, очень мало. Потребность только в тренерах ежегодно составляет от 660 до 1000. Только в тренерах. А Министерство образования, которое должно, так сказать, обеспечить потребность в учителях физической культуры и в тренерах, они дают план приема в размере 350. За ответами на вопросы мы обратились в Министерство образования. Как оказалось, после первичного распределения осталось много вакадных грантов по другим специальностям. В связи с этим в профильном ведомстве решили перераспределить их на подготовку учителей физической культуры. При решении республиканской комиссии по данному направлению было выделено дополнительно 301 грант. То есть действительно в этом году было разделено не 350 грант, как говорят сейчас. Если вы посмотрите списки присужденных грантов, посмотрите, сколько было присуждено по всей республике, это 651 грант. То есть выделено и потом уже присуждено в два раза больше грантов. По информации министерства, в прошлом году было выделено всего 150 образовательных грантов, что в разы меньше, чем в текущем году. Десяток боевых вертолетов сегодня маневрировали над Алматы. Минтокрылые машины принимали участие в очередных учебно-тренировочных полетах военно-воздушных сил Казахстана. Вместе с боевыми летчиками в небо поднялась и наша съемочная группа. Репортаж Диаса Мохамбетова. Еще мгновение и воздушно-транспортный вертолет Ми-17 устремляется в небо. Согласно легенде, в военно-тактической операции около 10 подобных машин Ми-17 спешат совершить плановую переброску десанта для выполнения боевой задачи. Сопровождают летательные аппараты, снаряженные также ценным грузом, более грозные многоцелевые ударные вертолеты Ми-35. Мы находимся на борту боевого вертолета Ми-17. Управляет дым в небо составе трех человек. Одновременно данный летательный аппарат способен перевозить до 4 тонн груза, либо 36 пассажиров. Максимальная дальность полета составляет 650 километров. За полетом воздушной эскадрильи с земли наблюдает целый командный пункт. А это святая святых, командный пункт. Отсюда руководители полетов способны одновременно координировать работу большого количества боевых вертолетов. Для молодого летчика-штурмана Султана Амантаева профессия боевого пилота стала настоящим призванием, образом жизни и, если хотите, судьбой. На его счету уже 120 часов налета. Вчерашний выпускник военного института сил воздушной обороны, как и многие его соратники, с самого раннего детства мечтал оказаться за штурвалом вертолета и стать профессиональным летчиком. Ну, с детства это было, что летать. Когда в детстве еще видели самолеты, вертолеты, для нас это было, не знаю, так удивительно. А потом, как сами начали летать, первый полет, он никогда не забываемый. И самый первый пружок с парашюта. После выполнения всех тактико-специальных задач по перевозке и высадке десанта, а также имитации боевой атаки по наземным целям, весь летный состав проводит плановый разбор полетов. Цели, задачи сегодняшних полетов выполнены, я считаю, на отлично. Все задачи выполнены. С летчиками были проведены разбор полетов, где доведены до них ошибочные действия, все было им рассказано, показано. Сегодня у нас было задействовано более 20 летчиков. Результаты учебно-тренировочных полетов станут основой для предстоящих практических занятий, которые, по некоторым данным, намечены на осень этого года. В Алматы и по всей республике продолжает действовать карантин. В этой связи рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Следует чаще мыть руки, дезинфицировать и проветривать помещение. И помните, оставаться дома значит сохранить жизнь себе и своим близким. Ну а делиться новостями, уважаемые телезрители, вы можете, позвонив по редакционному номеру 266 39 67, а также отправлять смс-сообщение на наш WhatsApp 8 747 750 2502. На этом наш выпуск завершен. До свидания и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова